Гречкова стихи все время забываю, какого-то иркутского поэта. Который час? Что, не поет твой гуденник? Не зовет нас на... 20.32? 10 минут? Нет, я не норовлюсь бежать, я боюсь утомить публику прекрасную. Спасибо большое. Тем более, мне кажется, нет в зале мужчин, кроме нас четверых, да, чуваки? Это фантастика. Они истокие. Фантастика. Может, я не скажу, знаешь, ответ, ты боялся моей любви? Да я нет, твоей любви я не боюсь. У нас с тобой крепкая мужская дружба. 54 тысячи просмотров, кстати. Да вообще, слушайте, я думаю, я просто хотел пошутить, а получился такой вариант. В Собнинском ты тоже хотел пошутить? В Собнинском я просто хотел, я просто хотел сказать спасибо за прекрасную, за дружбу, за прекрасный город и за все, что связано с Собнинском. А вы откуда к нам приехали? К вам я приехал из Москвы. Я в Москву приехал из Кишинева. В Кишинево приехал из небольшого районного центра, где меня родила мама. Мне был год, мы переехали в Кишинев. Я прожил там до 39 лет с командировкой на 3 года в Новую Уренголь. А потом в 39 лет, это был 2000 год, я решил, что все самое главное происходит в Москве. Мы поехали с еще группой товарищей. Вот и я там, я был абсолютно уверен, что я сейчас приеду и все скажут, господи, наконец-то. Ну вот, вот оно случилось. Все, все уходят, уходят все, Булгак остается. Все, он будет один на телевидении, на радио и вообще везде. Ну и так получилось примерно только в размерах одной квартиры, когда мы жили все вместе. А потом и хозяин сказал, так, вы уходите, Булгак пускай еще поживет у меня какое-то время. На этом, собственно, мое завоевание закончилось. Дальше я устроился на работу на радио «Милицейская волна», потом на «Маяк», потом на «Русское радио» в службу новостей, потом я работал еще на НТВ, я работал на «Бизнес.ФМ», на «Радиокультура». Но не потому, что я был такой несовершенный человек. Я все время искал что-то новое. На «Радио Шансон» я работал и очень сильно расширил свой, как он называется, горизонт. Я вдруг стал понимать. Нет, на самом деле мы привыкли считать высокомерно, но в основном публика авторской песни немного высокомерно относится к шансону. Там очень много мусора. Там процентов 95, наверное, мусора. Но есть? 99? Ну ладно. Поскольку Гриша сам там крутился. Григорий Заречный, человек, написавший полтора десятка альбомов, широко известен своими шиферскими песнями. Придете домой, наберете в ютубе Григорий Заречный, видите, миллион ссылок на его песни. Много неприличных, очень смешных. Но на их надо поискать. Вот. И спасибо Грише, что он мне открыл глаза, потому что я приходил на шансон. Ну, нет, на самом деле скажу вам. Я всегда с детства очень любил Аркашу Северного. Если вы проходили через это, не знаю. У нас были очень популярны одесские эмигранты, так они назывались. Нам из Одессы привозили в Кишинев бобины с очень плохой записью, но там были офигенные песни. А вот я откинулся, какой базар-вокзал! Ну это же класс, это так было смешно, это было все... Мне казалось, что это ирония, что кто-то прикалывается. Ну, кто-то пел всерьез, а кто-то... Ну, в общем, я всегда это воспринимал как такую хорошую шутку. Вот, и сейчас я работаю на радиокоммерсант FM в Москве, и слава богу, зарплату платят, не заставляют говорить то, чего не хочу. Мы рассказываем новости о финансах, об экономике, о нефти, доллар, рубль. Ну, в общем, всю правду. Все, что происходит в реальности. А ты начался говорить, да, голос, тренерал? Да, я когда родился, я... То есть, это рожденный талант, да? Это не талант, это просто такая, видимо, какая-то особенность. Ну, я еще начитываю аудиокниги. Иногда можно найти там несколько, пару десятков есть прочитанных. Это мое самое главное достижение за последние шесть лет. Я считаю, что это большая удача, что я попал в этот бизнес. То есть, на самом деле, это не бизнес, это платят три копейки. Но огромное удовольствие начитывать аудиокниги. Правда. Правда. И остаешься на столе. Я просто не всегда, но я иногда думаю, что когда я умру, моим детям останется два записанных альбома с моими песнями и какое-то количество аудиокниг, и они смогут послушать папу. И где-то там на ютубе найти и еще посмотреть. Если они захотят, конечно. Или будут говорить, если у них будут свои дети, то они будут говорить, вот, ваш дед-то, а? Но жизнь может так сильно измениться, что это вообще никому будет не нужно. Так что надо меньше думать о том, какой ты след оставишь, а просто жить в свое удовольствие, мне кажется, сейчас, особенно в нашей дне. И следить. Что делать? И следить. Следить? Да. За кем? След оставить. А, след... И следить. Побольше. А старая история была? М? Как еще? Старая. Прочитать еще одну книжечку? Можно? Вот этот айпэдик. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас. Я тут что-то скопировал сегодня. А что-то скопировалось, а что-то нет. Потому что мне Оксана сказала, что здесь плохо ловит Wi-Fi, а он так и правда плохо ловит. На, вот. Я читал, как я не стал поэтом? Нет? Нет, не рассказывал вам. Это реальная история, это мемуар. Однажды я хотел поступить в литературный институт. Поэтический курс набирал Николай Старшинов. Собрал я всю свою графоманию в одну папку и привез в Москву. Мне по знакомству дали телефон одного какого-то уважаемого преподавателя, поэта для предварительной консультации. Так, сейчас я это все-таки попробую установить. Да. Куратник. 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 Встретился с ним на Тверском бульваре у ворот лит института. Он посмотрел на меня. Седой, немного всклокоченный, не вполне опрятный. Сказал, «А пойдемте-ка, молодой человек, кафешечку тут рядом». Трепещая благоговея, пошел. Поэт сел за стол, заказал себе 150 коньяку и открыл папку с моими произведениями. Начал листать. Я давился чаем, изо всех сил делал вид, что спокойный, даже безразличен, но трясущиеся руки выдавали. Тут надо добавить, что это было в 1991 году, мне 30 лет, за спиной ровно полжизни треньканье под гитару, призы и медали всяких бардовских фестивалей и большой опыт выступлений все равно задыхался и дрожал. Поэт допил свои 150, заказал еще соточку, подобрел, стал читать внимательнее, даже отлистывал назад пару раз, потом попросил кофейку и откинулся на диване. «Что тебе сказать, дорогой мой человек?» «Олег?» «Да, Олег, неплохие у тебя стишки». Я воспрял. «Но не те, которые нужны Коле Старшинову. Я умер». «Он ведь о другом пишет?» «Да и я тоже». «Что вы имеете в виду?» спросил я уже практически из могилы. «Понимаешь, у тебя все-таки любовь, любовь, любовь. Нет, любовь, это, конечно, хорошо, но мне, понимаешь, надо... Ну, как бы тебе это... Вот представь, берешь ты рукой ком земли». Он растопырил пальцы и показал, как этими пальцами вгрызается в землю, скребя по поверхности стола, потом поднял кисть до уровня глаз, развернул ладонью вверх, раскрыл пальцы, приблизил лицо к ладони, вдохнул. «В руках у тебя земля. Она пахнет. Она так пахнет. Чернозем. Суглинок. А там жучки всякие, червячки копошатся, мечутся, весне радуются. Понимаешь? И ты смотришь кругом, а уже почки на деревьях, березы в тонкой зеленоватой пыльце, туман стелется по полю, воздух свежий и прозрачный. Понимаешь? «Понимаю», – глухо сказал я. Мою могилу уже засыпали и сравняли с землей. «Вот, молодец», – он улыбнулся. «Не печалься. У Коли ты все равно больше одного курса не продержался бы, сам бы ушел. Коля, он такой, ну, непростой человек, хотя и очень талантливый. А ты пиши, пиши, про любовь пиши, но и о родной земле не забывай. Давай, иди, еще спасибо мне скажешь». «Спасибо», – пробормотал я. Он уже не слышал. Открыл свой портфель и рылся там. Потом попросил еще кофе и бутерброд. Я вышел на бульвар. Была поздняя весна. Присел на корточке возле газона, зачерпнул ладонью немного земли. Она ничем не пахла. И червячков никаких тоже не было.